МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Норжакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Новая поликлиника семейного типа появится в Караганде. Строительство здания почти завершено. Жители Павлодарской области, выехавшие в Караганду, разыскивая пропавший скот, едва не погибли в снежном плену Каркаролинского района. Спасатели Караганды разыскали их и эвакуировали. Шекспировский гамлет читает Куран, а Офелию вместо монастыря отправляют в мечеть. На сцене казахского драматического театра имени Си Фулина состоялась премьера спектакля «Гамлет в мышеловке». На улице Ержанова появится новая поликлиника. Трехэтажное здание уже возведено. Внешние отделочные работы тоже подходят к концу. Поликлиника построена за счет собственных средств индивидуального предпринимателя Даулета Мрзагалиева. Бизнесмен начал строительство в рамках государственно-частного партнерства. Новый объект посетил Акимобласти. Нурмухамбет Абдебеков. Для главы региона Нурмухамбета Абдебекова провели небольшую экскурсию. Акимобласти лично проверил ход строительства и проинспектировал здания. Общая площадь поликлиники – 1200 квадратных метров. На цокольном этаже новой поликлиники будут расположены буфет и технические помещения. На первом этаже будет размещена регистратура и кабинеты медиков. В трехэтажном здании предусмотрен и лифт. На строительство объекта потрачено 270 миллионов собственных средств бизнесмена. Еще около 100 миллионов тенге выделено на покупку новейшего оборудования. Мы на сегодняшний день покупаем самое современное оборудование. Это и УЗИ, и рентген-кабинет, и флюорография. Это все новое. Итальянская фирма «Филипс» мы покупаем. То есть все это будет новое. Но в то же время мы понимаем, что через 3-5 лет они тоже устаревают же быстро. Поэтому бизнес требует постоянного обновления, постоянного вливания новых средств. В поликлинике семейного типа будет работать 35 кабинетов. Появится порядка 50 рабочих мест. Медицинские услуги люди будут получать бесплатно в рамках государственного заказа. Значит, на сегодняшний день завершается разработка проектно-сметной документации поликлиники, частный инвест-проект в Майкудуке, в районе автовокзала. И разрабатывается проектно-сметная документация. Мы планируем, что весной следующего года начнется строительство поликлиники на юго-востоке и район Орбита. Городская поликлиника номер 7 будет введена в эксплуатацию весной 2017 года. Строительно-монтажные работы завершены уже на 70%. В здании предусмотрены пандусы, лифт и специальные туалеты для лиц с ограниченными возможностями. Предполагается, что здесь будут обслуживаться жители улиц Газалиева и Ержанова. Карагандинская область занимает первое место в республике по росту промышленности. Таковы итоги социально-экономического развития области за 10 месяцев. Первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев провел областное селекторное завещание. В целом произведено промышленные продукции в объеме 1,5 трлн тенге с ростом на 5%. По индексу физического объема промышленности наша область занимает первое место в республике. В сельском хозяйстве объем производства увеличился на 5,5%. Это более 196 млрд тенге. По индексу физического объема это шестое место в республике. В рамках реализации программы развития регионов введено в эксплуатацию около 300 тысяч квадратных метров жилья с ростом показателя на 17,7 к 2015 году. Выросла продукция горнодобывающей промышленности на 4,1%. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост за счет увеличения производства машиностроения на 73%, фармацевтики на 7,6% черной и цветной металлургии. В свою очередь электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование возросло на 0,5% за счет увеличения объемов производства электроэнергии. Наиболее высокие темпы роста промышленности зафиксированы в городах Садпаев, Каражал и Улытауском районе, а спад развития в Приозерске и Женаркинском районе. Карагандинская область занимает седьмое место по объему производства продукции и сельского хозяйства. Поработать со статистикой, чтобы все предприятия учли, статистика, чтобы все учла, и чтобы у нас по итогам года также сохранилась положительная динамика. По задаче на текущий год она понятна. Валовый оригинальный продукт у нас должен быть на уровне 1,3%. В текущем году сохранено более 6 тысяч рабочих мест, а по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» создано более 700. По итогам совещания Дусибаев дал поручение обеспечить положительную динамику социально-экономических показателей по итогам года и обеспечить достижение запланированных показателей экономического роста. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Один рейсовый автобус, две легковые автомашины и один грузовик остались в снежном заносе на трассе в Карагандинской области. Всего в машинах находились 20 человек. У некоторых зафиксировано обморожение. К счастью, спасение этих людей происходило в учебном режиме. В Караганде стартовала республиканская командно-штабное учение КАС-2016. Тактика «Специальное учение с участием аварийно-спасательных служб» посвящена теме ликвидации снежных заносов и спасению людей, оставшихся в снежном плену. Спасатели региона продемонстрировали свою ловкость, оперативность и умение действовать в сложных погодных условиях. В ликвидации ЧАЭС участвовали не только люди, но и вся специализированная техника области. «Вот мы сегодня только проводили поиски в Канкардинском районе. Буквально человек с субботы выехал в Павлодарской области на поиски скота, застрял в снегу, в степи. Товарищи вышли в населенный пункт, сутки прошли пешком и один человек остался в машине. Со вчерашнего дня мы искали, буквально час назад с помощью наших специализированных служб нашли живым». Спасение павлодарцев происходило неформально, а по-настоящему. Сейчас эвакуированных доставили в медицинские пункты Каркарлинского района. Работу сотрудников ДЧС и других служб смог оценить заместитель главы региона Андрей Липунов. «На сегодняшний день задачи, которые стоят перед аварийно-спасательными бригадами, это быстрое реагирование и очень слаженные действия со всех служб в момент, когда будут очень сложные зимние условия. Естественно, по окончании этих учений мы проанализируем готовность, проанализируем совместные действия и сделаем соответствующие выводы». Тактика спасательных учений КС-2016 продолжится два дня. В них будут задействованы более 7 тысяч человек из 650 подразделений различных служб и около полутора тысяч единиц техники. Айям Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В специализированном межрайонном областном суде по уголовным делам началось главное судебное заседание в отношении восьмерых предполагаемых салафитов, обвиняемых в подготовке террористических актов на территории региона. Все восемь подсудимых признали вину и раскаиваются. Некоторые пожелали заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Предполагаемый главарь экстремистской группы полностью признал свою вину и раскаивается. Об этом рассказал его адвокат, который подчеркнул, что его подзащитный просто пошел по неверному пути. Для него это было некое приключение. Защитник надеется, что суд при назначении наказания оценит раскаяние подсудимого и его активное сотрудничество со следствием. Лидерство также вменяется его брату. По версии следствия, именно они руководили группировкой. Напомним, судебное разбирательство в отношении восьмерых предполагаемых салафитов-террористов из Балхаша проводится за закрытыми дверями. Такое решение принято на предварительных слушаниях, которые состоялись 31 октября. Айом Амжина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Коалиция демократических сил области обсудила главные вопросы. Каких успехов достиг Казахстан за годы независимости и каковы достижения в сфере здравоохранения. В областном филиале партии Нур-Отан подвели итоги работы в этом направлении. На повестке дня было два вопроса. О мероприятиях, посвященных празднованию 25-летию независимости Республики Казахстан и о достижениях в сфере здравоохранения и развития частной медицины. Вопросы о достижениях в системе здравоохранения уже неоднократно поднимали в Нур-Отане. На заседаниях экспертная группа рассматривала проблемы лекарственного обеспечения, очередности и многое другое. Сегодня подвели итоги проделанной работы за текущий год и за 25 лет. За годы независимости было построено 46 объектов здравоохранения, в том числе 3 центральные районные больницы, 4 городские поликлиники, областной центр крови, реанимационно-операционный корпус областного кардиохирургического центра, перинатальный центр. В текущем году, по итогам года, в эксплуатацию будут заданы 27 сельских врачебных амбулаторий. В коалицию демократических сил партии Нур-Отан входят все политические партии. Это общественные объединения, а не правительственные организации, которые существуют на территории Карагандинской области. Коалиция демократических сил, значит, при рассмотрении тех вопросов сегодня, которые мы будем обсуждать, вынесет решение, резолюции, рекомендации, которые мы будем уже направлять в уполномоченные органы, какую работу необходимо дальше продолжать, для того, чтобы те достижения, которые у нас имеются, их нужно уже как совершенствовать эту работу, какие есть проблемы, как эти проблемы нам совместно необходимо, значит, устранять. В Карагандинской области с начала года было запланировано более 500 мероприятий ко Дню независимости. Более 200 уже проведены. Несколько государственных учреждений были построены и открыты в честь 25-летия независимости. С начала года уже было открыто и запланировано ряд объектов. Это детский сад в городе Карагандин, детский сад на 320 мест в городе Балхаш, школа на 320 мест в селе Курнинская области по району, школа на 150 мест в селе Жумашко-машинской области по району, 27 семейных врачебных областей, 3 торговых центров, 4 производственных объектов. В ходе заседания участниками было рекомендовано при проведении мероприятий, посвященных независимости, охватить все категории населения. Также продолжить активную работу по внедрению социального медицинского страхования, которое вступит в силу с 1 июля 2017 года. К другим новостям. Шекспировский Гамлет читает Коран, а Офелю вместо монастыря отправляют в мечеть. Известный казахстанский театральный режиссер Куанды Касымов поставил спектакль «Гамлет в мышеловке». Премьера состоялась 16 ноября на сцене драматического театра имени Сакена Сифулина. Наш Гамлет читает Коран. Режиссером он помещен в параллельное измерение без места и времени. А все действие происходит в гигантской мышеловке, прямо под носом у зрителей. 120 стульев расположили прямо на сцене. В Карагандинском драматическом театре имени Сакена Сифулина кипят шекспировские страсти. Вот только переложены и на современный казахстанский лад. Режиссер спектакля Куанды Касымов специально приехал из Южного Казахстана, чтобы воплотить задумку. Мы сегодня ставим траги фарс. Особенность этого спектакля в том, что идея близка зрителю. Мы надеемся, что зрители могут не просто посмотреть постановку, но и стать частью спектакля. Исполнитель главной роли Дунай Еспаев. Он же художественный руководитель театра. По его мнению, классика современна всегда и везде. А темы произведения Шекспира актуальны и в настоящее время – это предательство, месть, борьба между кланами. Особенность классики в том, что даже несмотря на то, что эта пьеса была написана пять веков назад, она не потеряла свою актуальность и ценность. Единственное отличие от других постановок в том, что каждый режиссер привносит в классическое произведение что-то свое. Главного антагониста Полония сыграл Мадьяр Куйшигарин. Женские роли исполнили молодые актрисы. Акпейл Монарканова, Саягуль Ташибаева, Мадина Матамова и Маржан Ануар – это Офелии и Гертруды. Их образы отличаются от привычных, да и вся поэтическая трагедия перестроена на динамичный трагефарс. Структура пьесы сжата, это позволило сократить количество персонажей. В спектакле участвуют всего восемь человек. Стоит также отметить, что это не первая шекспировская постановка Куандыка Косымова. На Акмолинской сцене он ставил Ричарда Третьего. Андрей Тенн, Джаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цирк приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Особенно, если это интересный и веселый цирк. На этот раз в Караганду приехал московский цирк с программой «Я иду, шагаю по Москве». Артисты подготовили множество сюрпризов. Что именно ждет горожан, расскажет Асель Сазанбаева. Цирк всегда был и остается любимым местом взрослых и детей. Московский цирк собрал самые интересные номера. Опасные трюки акробатов и веселые представления с животными. На этот раз впервые на арене Караганды выступил орынгутан Соня. Юная артистка делает только первые шаги, но уже успешно помогает ей в этом заслуженный артист России Владимир Сопрыкин. В цирк артист пришел 37 лет назад. Владимир Сопрыкин начинал клоуном, затем жакеем, а после занялся дрессурой. Ей всего лишь, она еще молоденькая, ей всего 4 годика, она только начинающая артистка и у нее идут первые шаги в цирке, как бы на поприще артистки. А в чем сложность именно работы с капиталом? Ну вообще сложность дрессуры, она заключается в том, что терпение, терпение, терпение и любовь. А агрессия у нее нет? Агрессия, все зависит от того, как ты воспитываешь. Вот, поэтому вся агрессия снимается на первоначальном уровне. Вот, то, что у нее природой заложено, то, что можно там укусить, все это на первом этапе идет воспитание, когда только получаешь, как говорится, себе. Для меня они уже как дети, поэтому ребенка ты получил, ты его воспитываешь как своего родного. Акробаты выполняли номер на опасной высоте, заставляли публику замирать от волнения. Также перед карагандинцами выступили воздушные гимнасты, жонглеры и веселые клоуны. Выступление артистов пришлось по душе зрителям. После каждого номера по залу проносился шквал оваций. А вот что же запомнило самым маленьким зрителям? Смешные клоуны и как одна девушка, она летала и делала всякие шпагаты там. Мне очень понравилось, ну, самое начало, то, что там девушка вот так вот там летала. Мне больше все понравилось, как там хаски и животные всякие, обезьяны, они исполняют трюки. Я жду, например, когда выйдут медведи. Ну, а так мне все понравилось. Ну, вот так они сейчас танцевали, отрабатывают. Цирковое шоу отличалось своим разнообразием номеров и настоящим профессионализмом. Цирковая труппа пробует у нас до 4 декабря. Представления проходят по субботам и воскресеньям в 16.00. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Хоккейный клуб Сарарка закончил свою серию поражений. 16 ноября на ледовой площадке Караганда-Арена наши хоккеисты переиграли команду Ариада-НХ из города Волжск со счетом 3-0. Перед этим матчем было понятно одно – кто-то из соперников закончит свою серию поражений. У карагандинцев она насчитывала три эпизода, причем все пришлись на домашнюю серию. И забивала в ней Сарарка категорически мало. Отсюда, в принципе, и шли поражения. А вот Ариада-НХ не выигрывала к этому вечеру уже 7 матчей. Любопытным получился первый гол хозяев. Его пришлось ждать до второго периода. И пришел он практически из ниоткуда. Виталий Смоленинов вошел в зону гостей у борта. Не опасно бросил. Вроде бы не опасно добил. Но шайба отскочила на пятачке к новичку Сарарки Дмитрию Орлову. И тот не промазал. А через 30 секунд счет стал уже 2-0. Автором второй шайбы стал Антон Сагадеев. Да в придачу под занавес второй 20-ти минутки хозяева еще и забили в большинстве. Третью шайбу в ворота гостей забросил Данил Ердаков. Таким образом, волжские хоккеисты потерпели уже восьмое поражение подряд. Могу только сказать, что огромное желание, классный настрой, запредельная самоотдача. Но, видно, мастерства и опыта не хватает у некоторых ребят. Из-за этого потеря концентрации. И, как обычно, из-за потери концентрации теряют сразу. И вот это все происходит у нас в втором периоде. На 5 мы проиграли 0-3. А все остальное, ребята, работали, бились. Но этого мало. А вот настроение карагандинского наставника намного улучшилось. Не в пример прошлым пресс-конференциям. Ну, нам нужна была победа после трех домашних проигранных игр. Любой цена, как говорится. Но сейчас есть время, время, да. Маленькая пауза. И у нас казахское дерби. Будем готовиться к этим встречам. Да, физическое состояние немножко не позволяло играть в полную силу. Вот в это время как раз немножко-немножко больше восстановительного плана. Тренировочный процесс посвятим этому. Но я повторю, что сегодня главная была победа. Да, может, не такой красивый хоккей, который мы демонстрировали. Впереди болельщиков ждет казахстанское дерби. 20 ноября в Усть-Каменогорске карагандинские хоккеисты встречаются со своими соотечественниками из Восточного Казахстана командой «Торпеда». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аманцева Умстар. Субтитры создавал DimaTorzok